Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Как только я села снимать видео, так сразу сетка сверху начала уборку. Она как будто чувствует ей богу. Итак, сегодня у нас очень интересная вкуснятина. Сейчас вам скажу, как она называется. Эта вкуснятина называется папа диас. Я взяла еще деревенскую картошку, здесь кола и очень прикольные соусы. Попробуем. Ммм, деревенская картошка реально очень вкусная. Даже нежнее, чем в маке. Очень круто все упаковали. В общем, я заценила. Читала комментарии под прошлым видео. Очень много советов. Всего хорошего, мне писали. Спасибо вам огромное за обратную реакцию. Мне вообще нравится, когда вы делитесь своим опытом, пишите какие-то про жизненные ситуации в своей жизни. Это всегда интересно. Я сижу, читаю. Вот как вам интересно про меня, так же и мне интересно про вас. Обожаю. В общем, папа диас выглядит вот так. По идее, это на 4 человека. То есть, вот такой вот один, это одна порция. Мне кажется, маловато будет для одного человека. Здесь колбаска, сыр, мясо. Очень аппетитно все выглядит. Еще перчик. Остро. Одна из моих девчонок написала мне сообщение в инстаграм. Его хочу зачитать и немножко объясниться. Здравствуй, зяйка. Смотрела ваше последнее видео. Сейчас с квартирами огромный ажиотаж. Найти квартиру для съема просто невозможно, а цены растут, как на дрожжах. Вы правильно сделали, что не купили машину. Я бы на вашем месте вложилась бы в какую-то новостройку и купила бы еще одно жилье. Вы знаете, такие мысли у меня в голове крутятся. Но дело в том, что за этот год, за который я купила квартиру, цены подскочили где-то на 20%. Очень дорого. Потихоньку вообще недвижимость становится просто недоступной для обычных людей, которые работают и зарабатывают среднюю зарплату. Либо ипотеки, кредиты и все такое. Я вам рассказывала, что недавно обращалась в банк и узнавала, сколько мне денежек могут одобрить. Я одна мне написала в комментариях, что ты тут лечишь, что ты врешь. Ты человек без работы, как тебе могут одобрить кредит? Ну, во-первых, кто вам сказал, что я без работы, я трудоустроена. Я плачу налоги. У меня зарплата выше среднего. Плюс под залог своей квартиры у меня уже есть недвижимость, я могу взять сумму. Но, вы знаете, там такие большие проценты. Я, конечно, понимаю, что сейчас инфляция и все такое. Но я пока что не готова брать на себя такую ношу, потому что вообще в мире ситуация сейчас непонятная, что как будет. я просто в стороне и наблюдаю за происходящим и смотрю, чем это все закончится. Очень вкусно. Перчик халапени или как он правильно называется. Деньги в банке дают под 13% годовых. 13,7. На мой взгляд, это много. Что касается ипотечного кредита, то у нас в стране его не выдают кому попало. У тебя государственная работа должна быть. Высокая зарплата там, долго ты там должна работать. Кучу просто бумаг надо собирать. И опять же, это тоже переплата. но я не жалею, что я не купила машину. Наоборот, я считаю, что я правильно сделала, что я не купила машину. ситуация сейчас непонятная. По большей части я дома. Когда я куда-то иду, мне как бы не сложно прокатиться и на метро, или я вызываю такси премиум-класса. взять, например, страховку, бензин, простраты на машины, то машина мне будет обходиться гораздо дороже, чем такси. пока что я просто не хочу предпринимать никаких серьезных шагов. просто живу. Наслаждаюсь жизнью. Я думаю, что в 2020 году вот это вот все, что мы пережили, это самое страшное в моей жизни. Но с каждым годом ситуации все глобальнее и хуже. Поэтому пока что я сейчас сказала стопе. Но то, что я купила квартиру, я конкретно выиграла. Вот прям конкретно. ровно год назад спокойно можно было найти квартиру за 65 тысяч монат. Сейчас таких цен даже без ремонта просто квартиру под маяк невозможно найти за такие деньги. Сейчас квартиры стоят однокомнатные. Это я еще не говорю про центр самое. 85, 90, 95 однокомнатные. я встретила соседа своего. Он недавно продал квартиру в нашем же блоке. В однокомнатной было тесно, поэтому мы ее продали. И они купили в том здании, в котором моя съемная квартира. то есть, то есть, то, что я купила в прошлом году. Я у него просто поинтересовалась. Говорю, а почем? 95. Однокомнатная. Так, на минутку мой брат купил двухкомнатную огромную квартиру в прошлом году за 95. Знаете, к чему? Вот, все говорят, тут резкий скачок на недвижимость. Скоро все подешевеет. Да ничего не подешевеет. Знаете, почему? Потому что как мне надоело эта рассылка. Видела в интернете тест, какой мужчина вам нужен. И решила его пройти. Чтобы узнать результаты, нужно было написать свой мейл. И теперь мне приходят постоянно какие-то уведомления. Купите наш курс. Мы найдем вам мужчину и так далее. Я говорю, успокойтесь, я просто тест прошла. картошечка закончилась, но очень вкусная. Реально супер. так вот. Мне вообще папа рассказывал, что раньше можно было продать, например, 10 коров и купить квартиру в Баку. Если сейчас взять этих же коров, например, 10 коров продать по нынешним ценам, ты вообще ничего не купишь. тебе надо 200 коров, чтобы купить квартиру. И движимость настолько дорожает реально, что думаешь, куда уже дальше. Следующий у нас вот такой, но мне кажется, он менее вкусный будет. Здесь очень много сыра, грибочки. Вот так вот выглядит очень аппетитно. Я даже не запомнила, какой-какой. господи, боже мой. Я не могу. что это было? Как это можно есть? Ужас, девочки, это ужасно. Какой острый. А я даже не запомнила, как называется этот и как называется тот. Вытащила из коробок, там были коробки, кто подписан на мой инстаграм, тут наверняка видел. Стопэ, мои хорошие, дальше я не могу, потому что видео сколько минут получилось, 16 минут, пока я смонтирую, но думаю, где 12 останется. Так вот, что я хотела сказать, просто цены на недвижимость просто растут, как на дрожжах, и некоторые оптимисты говорят, что ой, так не останется, все подешевеет, и так далее. Нет, ребятки, дорожает не только недвижимость, но и все стройматериалы, следовательно, недвижимость будет с каждым годом только расти в цене, поэтому, мои хорошие, вкладывайте в недвижимость. Если у вас есть деньги, то обязательно вкладывайте в недвижимость. На этом все, мои хорошие, наверное, я прям не могу, у меня вот здесь все горит, пойду попью хотя бы водичку. Я даже не знаю, как это называется, штука, что они сюда положили, господи, это же ужас какой-то. Всех люблю, надеюсь, что этот мукбанг вам понравился, и какие-то моменты я смогла вам разъяснить. А еще, кстати, мне писали, что я квартиру слишком дешево сдала, на самом деле, даже не знаю, потому что мне не с чем сравнить. в этой зоне, где живу я, около этой станции метро не было ни одной квартиры, которая сдается. Я надеюсь на их тоже понимание, что мы будем понимать друг друга, и я очень надеюсь, что они долго будут жить на этой квартире, и мне не придется опять менять людей. На этом все, мои хорошие, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, всех люблю, с вами была Айка, пока!